Привет всем на моей кухне! Сегодня готовлю морковку по-корейски, домашнюю. Ингредиенты для этой морковки нужны самые простые, но морковь получается очень-очень вкусная, поэтому делюсь рецептом. Что нужно для такой морковки? Ну, сама морковка где-то килограмм примерно, головка чеснока я уже почистила, масло подсолнечное 100 грамм, ну может быть 70, вот так вот, 50 грамм уксуса, чайная ложка перца черного горького молотого и чайная ложка кориандра, также сахар 2 столовые ложки и столовая ложка без горки соли. Приступаем к готовке. Нужна специальная такая вот терка для корейской морковки. Ну, если такой нет специальной, чтобы морковка получалась такой длинненькой соломкой, можно взять обычную, просто крупную терку и трем натираем морковку. Морковку я уже натерла и мелко нарубила чеснок, добавила сюда. Теперь на огонь ставлю ковшик, 100 грамм сюда наливаю подсолнечного масла, что все это нужно закипятить. Готовится очень-очень быстро. Так, и 50 грамм уксуса. Чайная ложка соли. Вот такая, без горки. И 2 столовые ложки сахара с горкой. Доводим это все до кипения. Помешиваем, размешиваем. Потом, когда это закипит, мы выльем в морковку. А потом уже добавлю чайную ложку перца и чайную ложку кориандра. Размешаю. И где-то на ночь можно поставить в холодильник. И уже на следующий день эта морковка будет то, что надо. Можно будет есть уже. Так, вот кипит. Уменьшу огонь, чтобы растворился хоть сахар, соль. Быстро так, неожиданно закипел. Так, все, выливаю. Это маринадик. Добавила я чайную ложку перца и чайную ложку кориандра добавляю. И все теперь перемешиваю. Переложила я морковку в такой вот лоточек, который накрывается крышкой. Хорошо утрамбовала. Так она лучше промаринуется. Сейчас накрою крышкой и отправлю в холодильник где-то на ночь. Но чем дольше она у вас постоит, тем будет, конечно же, вкуснее. Постоит сутки или два дня хотя бы. Будет вообще отлично. Всем желаю приятного аппетита!